По традиции, наше с вами утро начинается с покупки мяса гушбармы. И чполь данный кейдурс? Сэйссам мишам ольгуши. Таксам? Духсам бишмисам ольгуши. Восемьдесят тысяч у нас стоит говядина, это семь с половиной долларов. Девяносто пять стоит баранин, это девять долларов. Малгуштенбиринь очкило? Очкило мальгуши. Ха. Только в Альфа-банке. Получите первые в России альфа-стикеры. Наклейте на телефон и платите, как привыкли. Успейте заказать до 30 июня и получите свой стикер абсолютно бесплатно. На alfabank.ru Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Что будешь готовить? Не знаю еще, да? Капчонки или что? Нет, что-нибудь пожарим. Можешь, может, пожарим. Что будем готовить? Девляма. Девляма, может. Какой хороший мясник. Сразу спрашиваю, что готовить будешь? Потому что я, чтобы в другом месте тоже работать. Где? Чуть-чуть далеко. Малайцы. Похожи, русские. Смотри. Есть, урбушь ты, гест? Да, садишь. Араваш, бусан? И то, и то. И то, и то. Салавалек. Ага, шанс. И следует обратить внимание на его пенек. Посмотрите, какой он аккуратный, с солью. Вы очень аккуратный к особойке. Кизель-лимница. 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 4 тысячи сделал мне скидку, но полкилокатеричный положил. Так, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200. Один мешок пустой, второй мешок полный. Мы с вами идем. Доброе утро, Узбекистан. Доброе утро, друзья мои. Сейчас идет сезон сбора урожая. И мы с вами отправляемся в Кишла, где проживем с местными жителями один день. И я вам покажу, как все это происходит. Вы берете хорошее настроение. Я беру вас с собой и в путь, друзья мои. Со мной также моя подружка Айнур. У нас еще новый друг теперь, кто присоединился. И в наших руках вчерашние покупки, с которыми мы идем в гости. Ну и, конечно, мясо. Какой красивый дом. Какой. Друзья мои, знакомьтесь. Это у нас хозяйка дома, Сожжида Хала. Это Келяны. И мужчин сейчас в доме нет. Они ушли на утреннее мероприятие. Наши, женщины, они ушли на утреннее мероприятие. Варенье будем из абрикосов делать и кукурузу сегодня будем варить, я люблю, я люблю. Давайте я вас сейчас проведу по дому, покажу какой у нас шикарный огород. Это пришла соседка, посмотрите, на чем я принесла Усьма. Где ваша семья? Сойшдахала не успела выйти в огород, уже начала работать. Ой, как красиво, Сойшдахала. Машаллах, посмотрите, какая красота. Друзья, вам нужно вот прям проникнуться этой атмосферой. Раннее деревенское утро, шикарная теплица. Помидоры краснючие с мою голову, винограды огромные с мой глаз. Плакать буду от счастья. Сегодня мы будем готовить заготовки на зиму, как я уже сказала. Салаты, шакарок называется. Салам. 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 Хорошо собирай помидоры. Помидоры. Салам. 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 Э, как печеньевый лук looking for, они ниженг не мыты. А я что платье вытерла и попала. Так, огурцы у нас есть, помидоры есть. Сколько градусов теплицы? вот 30 градусов здесь мы не будем собирать помидоры я говорю клубника есть или нет она уже закончилась на сейчас второй сезон сейчас соберем болгарский перчик кстати кто знает и смотрит давно эльвиру знает что эльвира не очень любит болгарский перец красный нашла постаралась ака сразу кукурузу надо собирать кто смотрел ранее помнит эту семью эта семья занимается разведением цветов здесь у них и хризантемы и пальмы они пенсионеры здесь живут такое у них хобби и способ заработка денег собираем кукурузы очень красиво дома все цветет все растет помидоры кукуруза все что хочешь это же я посадила картошку это твоя картошка ты ее посадил 7 марта забирай ягрую так мало посадила сколько выйдет картошки это твое а а Субтитры делал DimaTorzok 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 Я, говорит, ждал, пока приедешь Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 говорит болгарский перец открыла оттуда урюки вышли сейчас мы будем солить кукурузу и посолили хорошенечко кукурузу посмотрите как правильно нужно выжимать прямо сминает ее и выжимает Вот так вот. Полезная Усьма для роста бровей. Кто не знает, что такое Усьма? Такая трава, с чьей помощью можно окрасить брови. А еще я вам сейчас расскажу, почему девушки всегда прокрашивают себе серединку. Считается, чем у тебя уже расстояние между бровями, тем сильнее тебя любит муж. И от этого красавицы себе прокрашивают вот так вот Усьмой, делают мазочку, чтобы у них лучше росли брови и чтобы их сильнее любил муж. Вот такая вот история. Сильно он ее любил. О, ну-ка! Такую красоту увидит. Сразу влюбится же. Марпуша? Да, Марпуша похожа. Марпуша. А к Хамматой еще Марпушка? А, без Хамматой, Силата Марпуша. Марпушка, я на Марпушку похожа. Марпуша Усьму не видела? Это же, говорит, Камматой. Марпуша Усьму не ставит она, не красит. Все заняты каким-то делом. Здесь у нас готовят тесто для котламы. Мухаммед Алиака вышел со своей тетрадью. Там у него сборник золотых стихов. А тем временем у нас уже кукуруза сварилась. Сейчас мы делаем тесто для котламы. Масло, вода, яйцо, мука, соль. Все, сейчас замешиваем тесто. О, яйцо снесли. Тухом чхардылар. Слышите, слышите, яйцо снесли. Бор ютки. Яйцо снесли, яйцо снесли. Яйцо снесли. Яйцо снесли. Только шинаха и Маса, Нур? Шинаха и ушки. И Малдан, если ты взял, то яйцо снесли. Я до этого тоже не взял. Яйцо снесли. Смотрите, кукурузу сварилась. Первым делом кто заставил? Дети. Мухаммед Алиакя никому не разрешал срывать кукурузу. Он сказал, пока Эльвира не приедет, никто ее есть не будет. Очень вкусно. Но я еще солю сверху, я люблю ка соленая. Смотрите, мальчик уже сейчас будет есть третью кукурузу. Вот такие вот у него лысые початки остаются, точнее после него. Наверное, если судить по цвету кукурузы, должен быть каротин. Я несколько дней подряд ела кукурузу. Мне кажется, она еще служит как, наверное, очищение организма. Хотя да, кукурузная мука, кукурузные лепешки, они считаются диетическими. Если кто-то знает о пользе кукурузы, скажите мне, пожалуйста, если кто-то знает, что кукурузу не нужна, я же выручусь. Как ты купил? Как ты купил меня? Я не купил меня. Это форумис. Это форумис. Форумис. Пока, Эльвира. Береги себя. О, прикольный муравей. Автопромы, автопромы свяжитесь. Прикольный муравей. Дур муравей. Мне идет эта машина. Так что автопромы свяжитесь со мной. Дур муравей. Это татар кондиционер, да? Да? Татарский кондиционер. Я собрала. Как у них красиво, как у них аккуратно в огороде. Чистота, красота. Тем временем огромный пласт теста смазывают маслом, топленым маслом. И татар. Вы можете купить в кастрюлю? Вы можете купить в кастрюлю? Да. Вы можете купить в кастрюлю? Да. мы сейчас жарим к этому жарить мы ее будем на газу обжарили с одной стороны сейчас будем обжаривать другой смотрите какая у нас красота своё ночь дам зур уже у дегистан бирдан он я спрашиваю вы дома самое сложное считается это лепешки выпекать в тандыре я спрашиваю вы все умеете уже делать уже и лепешки выпекать я умею делать все посмотрите когда ставят как ламу на разогретую сковородку обязательно ее нужно вращать раскрывать свои какой аромат друзья понюхайте и помните что моя камера единственная в мире который передает самые вкусные самые лучшие самые аппетитные запахи хаданара дждам ширин хаданат вот прям вдыхнуть охота полными легкими и сегодня у нас будет на обед блюдо басмак состав входит мясо помидоры болгарский перец картошка морковка и лук знаете как жарко уже а сюда чар-чар мисси мюрдыбуса вот видите какое важное дело дело наград не устаешь когда холодный ветер во дворе полили все такой вкусный запах петрико вода артезианская хорошо хорошо тут еще три казана кипит вы просто не представляете градус накалки вы в это время в город вы ходите на работу он говорит нет я сплю в это время дома ну конечно на улице 60 градусов какой огород у нас заготовка готова шакарок бура да название этой консервации шакарок теперь до вечера будет стоять остывать а ночь уже его будут закатывать в банке готовим блюдо посмотри я прям здесь себе ащи 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 фобором кто-то не думает что мы сейчас обрам братье обжарили картофель такая вот золотистая корочка естественно он еще не готов до полуготовности морковку буквально три-четыре минуты обжарили и сейчас обжариваем мясо здесь морковку с картошкой перемешали с зерой вы видели со мной советуется что делать мясо у нас обжарено добавляем картофель с морковкой обжариваем слоями выкладываем посмотрите мясо картофель морковка сверху помидоры как красиво аппетитно посмотрите у нас прекрасное настроение в казане даже айнур пришла посмотреть сидеть невозможно жарко на топчане мы будем сидеть на полу в узбекистане очень любят сидеть на полу прохладно свежо есть топчаны есть в доме на чем сидеть на полу золотые строки кишлака вот новое название и будет нам читать свои стихи есть один канал хороший ведущая эльвира смотришь этот канал на страницу живира добрый день узбекистан так она начинает увидимся пока пока свой ролик кончает красивая девушка везде она бывает куда поедет она мясо покупает веселая девушка не девушка соловей когда зовет за собой хочется ехать за ней родом из казани умная красавица у нас в узбекистане всем она нравится чувак глухой что ли я сказали из казани а вы говорите мне откуда из танзании танзания африки а эльвира татарка скажу по секрету не вышла замуж пока сегодня она здесь в городе каканды завтра не найдете уже в самарканде вы бываете везде нет для вас преграда были у нас семья рада вы сюрприз вы награда милая эльвиричка желаю вам удачи чтобы у вас были муж дом дети и дачи пусть солнце светит ваш путь а вас держит бог я про вас рассказал столько сколько смог конечно это мало я куда-то спешу если умру не скоро может быть и 40 и хорошие строки спасибо спасибо посмотрите эльвире посвятили стихи бумаги она очень приятно такой красивый почерк и вот такой вот стих мне подарили золотые строки кишлака отправляются ко мне а сейчас набор мы купили я бы вам всем бы написала стихи сейчас мне мухаммад алияк подпишет стихи число посмотрите какие прекрасные стихи я получаю какие замечательные слова эльвира так держать вера так держать я вам завидую и не надо завидовать вы мне не завидуйте а звоните здесь ошибка я вам звоню на это было вы мне звоните я сразу прихожу мы с мухаммад алияк я почти каждый созваниваемся позавчера мне позвонил в 5 утра не 5 а 6 какой аромат сейчас мы будем раскладывать по тарелкам и присаживаться за стол время уже обед у нас накрыт вкусный аппетитный стол свежая котлома тут у нас мясо с овощами здесь у нас котлома домашние которую мы только пожарили фрукты с огорода самса домашние как всегда хорошие люди хорошая компания и мы сейчас будем угощаться там у нас уже угощается первую ложку мы всегда берем с мясом очень вкусная басма у нас прям очень вкусно пробуем овощи очень-очень вкусный стол и очень-очень жарко салатик такой еще остренький все что есть на нашем столе это все с нашего огорода картошка своя зелень своя помидоры огурцы виноград все свое я сегодня так хотела к этому пришла и говорю давайте к этому покушаем пожалуйста ильвира конечно посмотрите как она слоеная хрустящая сверху сахаром посыпанная был очень вкусный стол очень вкусный обед душевная компания ну а пришло время прощаться но перед этим я вам сейчас цветы сначала покажу 22000 это стоит ровно 2 доллара 22000 сумм вот такой вот цветок я бы коротко не спускай сказали там очень жарко не ходить вообще красивый дохшат эти цветы мы вырастим и продадим какие у меня молодые друзья посмотреть какие у меня хорошие друзья посмотрите эльвира домой жать не с пустыми руками нам сайнур дают гостинцы это кукуруза еще здесь у нас помидоры огурцы лепешки это мой дорогой друг уважаемый дорогой мой друг который без меня кукурузу не срезает в огороде вишни не собирает рахмат деда им курсом бодом что маршина ходу старым бар утром звонка приезжай будем сегодня собирать кукурузу самые лучшие мои друзья друзья мои на этой прекрасной минуте мы с вами заканчиваем просмотр этого видео сегодня как и всегда мы с вами чудесно провели время поработали на славу а теперь пришло время прощаться вы берегите себя встретимся с вами следующем видео а вот теперь пока пока и еще друзья забыла рассказать если вдруг вы захотите приобрести такой же платьица как на эльвире то переходите в четкий гардероб пишите девочкам они вам отправят туда куда вы захотите очень легкое платье практичное удобное красивое и будет идеально друзья мои переходите на телеграм-канал четкий гардероб и заказывайте себе платье костюмы и все что вы хотите и и и